Итак, Аншабдул, сейчас поговорим о игре Battle Realms, или как там, стратегическая игра, больше тактическая, я бы сказал. Эта игра вышла раньше Warcraft, и мне очень понравилась, я ее прошел, я аддон прошел. Она, кстати, очень напоминает Warcraft даже по графике. Такое впечатление, что, возможно, даже тот же движок, конечно, это не так. Блин, звук не регулируется. Да у меня вообще все зависло. Так, Аншабдул, в общем, ребята, игра жутко-глючная, уже полчаса пытался запустить, ну, конечно, старая, подвинется на 105, ну, в итоге, как мы видим, удалось, потому что не работала мышка. Вот. И начнем, собственно, игру. Отдельное сражение, думаю, выбрать, не стоит выбирать. Угу. Угу. Так, давайте... Так, блядь, а. Так, давайте врубим компов, какой-то интеллект, вся эта хрень. Пусть они бьются. Вот. Игра действительно Warcraft напоминает очень, именно такая, тактическая очень. Хотя она более упрощена, тут нету рабочих особо так много. Каждый рабочий может строить, тут можно и строить, и воевать. Блин, да строй ты. Ой, прикольная озвучка. Жалко, вы не слышите. Вот. Строит вообще прикольно. Так же, как в Warcraft примерно. И игра в тот момент была крутая. Все-таки 3D игра. Полностью. Как мы видим, и ландшафт 3D. Вроде как. Вот. Туман войны, видите, все прикольно. Берется своим, как бы, стилем, своим простотой, интересностью. Эти баталии очень достаточно интересные. Вот. Нет, кричатные хижи. Что теперь еще построить? Ой. О, вот. И вот еще круто было поливать рис. Это вообще зашибиська круто, а. О, а вот это очень интересная система. Ты как бы строишь, да, и они сами. Их не надо производить юниты. Они туда лезть оттуда начинают. Лезут и лезут. Как черти из портала. Да, у кого-то ты построил портал, они сами уходят. Тут очень интересная система, да. Не надо выбирать, построить. Так, плевать рис. Где же мне рис? Вот. Все-таки я хочу... Забыл, что тут надо сделать-то? Потому что игра мне очень понравилась. На тот момент. Как 99-й, что ж, год более какой. Ой. Сука. Так, это что-то... Требуется вода, да. Из-за того рис. Где у меня рис, так вода, а вот риса нет у меня. И как же его строить? Я уже забыл просто. Где мне рис взять, а? Он что был? Рис Uncle Benz. А, вон, я вижу рис. Точно. И сейчас мы будем выращивать. Блин. И твой кнопка. Подчиняюсь, да. Подчиняюсь. Да. Играю в Ubisoft. Вроде как была заставка в начале. Но достаточно более-менее нормально сделано. И концепт-арт тут все... Ну, хотя бездарно, конечно же. И еще особенно по нынешним меркам. Да. Вот. Вот. Офигеть. Вот. И теперь пошло. Вот. Круто. Видите, они плодятся. И плодятся сами. И уходят оттуда. Очень. Мне вот эта система понравилась очень. До сих пор она, собственно, забыл, где еще используется. Сложно сказать. Разве что в каких-то аддонах для Старкрафта. Альша Абдуль. Вот. И круто, и круто. Они прям этот рис прям собирают. В общем, просто. И главное, юниты все крупные. Не как там в Варкрафте еще где-то. Еще и перспектива такая своеобразная. Так. Давай что-нибудь построим уже. Сторожевая башня давай построим. Видите, 3D. Все здания в 3D. И все. Альша Абдуль. Эта игра малоизвестна. Хотя хорошая. На 8 баллов точно для того времени. Хищник Алхима. Просто удовольствие это строить. Как бы они делают. И все. Ничего лишнего нет. Ничего не разожнено. Даже как в том же Варкрафте или Старкрафте. И да, очень интересная компания. В то время таких компаний-то, собственно, нигде не было. Где-то история одного чувака, который ходит там. Что-то там делает. Армию собирает. И под конец там что-то такое. И кланы. Вот вообще. Какая-то, видимо, это все-таки альтернативная вселенная. Блин. Вот где как. Да, Альша Абдуль. Альша Абдуль. А ты это поливать. Вот, чтобы я рис не завел, надо его поливать. А то ты как сожрешься весь рис, вот как грамотно, да? Он же того. Высохнет. Что ж ты будешь кушать? Анкл Бэнкс, где наша, а? О, вот мы его сейчас в башню пошлем. Что будет, интересно. Хрисанская хижника. Давайте тут еще поставим хижнику. О, и главное, чтобы не зарашили, а тут не пробежали. Дофига компов поставил. Ничего не видно, видите? Туман войны полный. Вот. Анша Абдуль. Так, и теперь ждем, пока накопится что-нибудь, чтобы захреначить. А, блядь, да еще воду надо собирать. Ё-моё, я думаю, что-то не то. А где же вода-то нахрен, а? Воды дайте. Да. Сука, а где же вода-то, а? Ой. Вот вода. Все в воды. Ну и как ее взять-то? Купальная, блин, хрен. Вот они, куда они пошли. Я нашел воду. Я нашел воду. Все, 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 мы спасани. Мы спасены. Давайте тут поставим хижину, чтобы мы таскали проще. То есть, очень круто все. Анша Абдуль. Да, ну, в общем, такая игра. И баран, братья, Анша Абдуль. В общем, ресурса два. Точнее, три. Это рис, вода и, так сказать, лимит людей. Ну, стандартная лимитация на количество юнитов. Так. Сейчас надо уже строить. Во. Во-во. Самое крутое сейчас пойдет. Будем строить стрельбище. Всякую фишку. Вот. А это что? Так. А, ну, это стандартные апгрейды тут делаем. Так. А это пиротехническая фабрика. Нам главное, надо додзы настроить, и чтобы воины пошли. Анша Абдуль, братья, вот. Мне всегда нравилось, как они строят. Во многих играх так. Сначала так, постепенно они так строят, строят. Э. Да. Как в Старкрафте. Ну, и в других играх. Ну, почти во всех, собственно, так и есть. Вот. Смотрите, увидели, построил. Они теперь гребут целыми, нахуй, табунами бегают туда-сюда. А, видите, можно флажок поставить. Они будут идти сами, грести все. Всю воду, сука, выпьют. Так, а ты, дурот, поливай давай. Э. Э. А это что такое вообще? Ну, давай построим. Эй. Стрельбич, ну и как их... А, я вспомнил. Смотрите, мы их ведем, да? И они обучаются, офигеть. Вот, 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 вот о чем я. Это ж супер. Вот, 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 что тут оригинальное. Мне понравилось. Не так, как в других играх. Мы заводим эти крестьяне, распанятся постоянно. Мы заводим, они тут, 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 обучаются. Секретам Шаолине, Бибарану им вдалбивают в головы. Вот тут. Вот. И выходят воины, вот, 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 что у них, что будет круто. Ну, видите, какая система интересная? Где такое еще есть? Анша Абдули. Не, ну, есть такое, в игре такое был. Я не помню, как называется. Там случалось в том, что все крестьяне, они, и воины, они не рождаются готовыми. Вот, в шляпах, и в ботинках с терпами, и в касках с автоматами. Они прям, видно, как разводятся. Маленькие сначала, потом вырастают. И там их тоже запрягаешь в такие здания. И там они тоже тренируются. И, причем, они могут от старости умереть. И вот, бывает, ты вот собираешь армию, посылаешь в поход куда-то, вот, далеко сюда. И они по дороге уже все от старости дохнут. Вообще, офигенно просто. Да. Анша Абдули, вот, копеще. Видите, сколько? Теперь у нас есть армия. Да. Анша Абдули, вот, круто, а. Анша Абдули, братья, Анша Абдули, Анша Абдули. Сейчас пойдем валить кого-нибудь. Видите, что, тут комп не идет? Может, его вообще тут нет? О, давайте сюда еще. Давайте быстрее всю армаду нашу. Да, некоторые тут фракции, как бы. Ой, все, пошли, твари. О, видите, демоны, пошли. А, смотри, как напоминают они андедов в этом самом-то. В Warcraft 3. Вот откуда у них уши растут, а. У ствари, а. Анша Абдули, Анша Абдули. Анша Абдули, Анша Абдули, Анша Абдули. Анша Абдули, Анша Абдули.